Минайф Лайф у нас сегодня пятый эфир гостем эфира я сегодня пригласил Вик Николаевич Батурина я хочу один небольшой комментарий сделать мы добавили по просьбам тех кто нас смотрит мы добавили расшифровку эфира теперь если вы зайдете в архив кликните на передачу под кадром есть текстовая расшифровка эфира это для тех кто очень хотел читать вот так добрый вечер да добрый вечер Вик Николаевич я начать хочу с истории которая была всю неделю в топах новостей а именно суд над Батуриным что произошло Батурина обвинили в произошел суд над Батуриным Батурин продал одну квартиру два раза я думаю что если бы он одну квартиру продал два раза ему бы не дали три условно а за что дали три условно за то что как говорил товарищ Жеглов так сказать не бывает просто так без вины виноватых не бывает а в чем вина была раз есть обвинительные заключения в чем вина была ну там действительно был в обвинительном заключении написано что я два раза продал квартиру правда на этом не нажился потому что весь ущерб возместил а то есть ущерба вроде как нет а без ущерба нет и мошенничества тоже по закону и вроде бы все нормально но мы ему особо в общем как-то не поверили его показания что он это говорил искренне поэтому мы считаем что все-таки у него умысел был и он хотел сделать это хорошее дело которое называется машине а второй фигурант которую второй раз купил квартиру он в итоге сказал что он не имеет претензий не просто не имеет претензий он так сказать возмущенный тем как ведет себя следствие по он написал я знаю письмо на им прокурора москвы семина да где требовал прекратить мое преследование но так как человек который мы продали квартиру да но так как за этим делом стоит зам прокурора москвы козлов который сейчас отстранен отдела и по нему расследуются уголовные дела на коррупции знаменитый наш рейдерские захваты и крышевания подбольных казино спекуляции земельными участками в зеленограде то что ему инкриминируется и второй человек который стоял в основе до этого дела которые в общем-то все-таки было возбуждено после трех отказов это генерал-майор глухов начальник гсу по городу москве поэтому то есть получается что и вас этим людям заказали я говорю то что знаю и почему спрашиваете три условно до странного приговор есть на женщины три но условно я считал что меня оправдают потому что я не признался виновным ни по одному обстоятельству суде поэтому я считаю что каждый остался при своем мнении я при своем что невиновен потому что я не признал а ну а суд посчитал что на всякий случай хуже не будет дым без огня не бывает давай а что за дебильные три но условно вы либо человек скажешь он не виновен или посадить его ну еще раз говорю тот же прокурор козлов находится в трудном положении он прекрасно понимает что если бы меня оправдали в моем лице он был общем-то нашел ярого противника того чтобы он больше занимал эту дождь прокурорской а что за странной ситуации значит вот есть потерпевший да есть батурин который совершил манипуляцию с квартиры дважды потерпевший отказывается и говорит что он никаких претензий к батуре не имеет на основании чего суд возбудил дело суд это интерпретировал так что это дело не частного обвинения то есть это не частная разборка между двумя лицами хотя между нами была частная разборка в тверском суде был гражданский процесс где мы в общем-то все выяснили получили решение а это общественное обвинение то есть государство оно должно как-то отреагировать на этот факт чтобы в общем-то повадно и другим и мне в следующий раз это делать поэтому государство решила меня как-то пожурить почему вы сказали что пусть то как вышли из зала суда что вы не исключаете других исков что вас будут преследовать ну во первых тот кто это дело затеял а я так сказать считаю что на 90 процентов это моя сестра до ее семья до цель в общем-то как не достигнута да значит будут еще какие-то дела я думаю что и по этому делу мы еще будем иметь продолжение все-таки я хочу понять там мошенничество это безвозмездное хищение чужого имущества путем злоупотребления доверия или обмана то есть человек должен нажиться если я получив предоплату полтора миллиона долларов вместе со штрафными санкциями человеку выплатил около трех то какая-то нажива в общем-то странная поэтому мошенничество и текала вы сказать насчет жены мир михалыч лужкова да вы были членом семьи сколько лет я понимаю я имею ввиду когда вы были в бизнесе когда вы были в т.к. вы же я в общем-то работал скажем так на эту семью в прямом и переносном смысле больше 15 лет вы с лужковым нормальных отношениях были ну что нормальных у нас никогда не было русские отношения нас нет никогда у нас всегда были отношения старшего с младшим да другое дело что у нас не было каких-то отрицательных отношений да но я не мог взять и позвонить ему и что-то сказать у нас это он мог что-то позвонить мне что-то сказать сделать у нас есть телезрители которые подключаются прямой эфир через агент mail.ru дайте пожалуйста агент на экран александр добрый день добрый вечер александр александр добрый вечер вы прямом эфире у меня вот вопрос есть для виктора николаевича значит вот я вычитал в интернете на 2020 что люди жалуются на белгородчине значит виктора все сельскохоз угодья под свинофермы пустил значит там свинарники строят крупный рогатый скот разводят а людям морковку сеять хочется да не может все свиньями заполонилось отсюда вопрос почему он так не любит свой народ это конечно же вопрос такой сами понимаете не актуальный а вот вопрос зачем он любит свиней вот эту боль наверное будет актуально спросить и николай вообще-то я считал что презумпция невиновности она и здесь действует как-то да то товарищ уже и вопрос задал и обвинительные заключения и приговор тем не менее в одном вопросе самое интересное что все с точностью да наоборот исток моего конфликта с губернатором савченко это то что в 2003 году я с открытой трибуны сказал что политика проводимая губернатором по развитию свиноводства и птицеводства именно промышленного связанного с комбикормами огромными вот этими вот птичниками и свинарниками с огромным количеством отходов всей этой чумой африканской и так далее это не просто вредно это направлено против россии против белгородской области за что в общем то был подвергнут обструкции у меня захватили более 100 тысяч гектар земли а я ошибаюсь на которых на белгородчине было два убийства по моему ну не убили только адвоката убили адвоката штенберга на остальном было покушение на убийство удалось спасти парню руку все это сделали главному агроном и в результате в результате вот мы имеем тот коллапс который имеем на белгородчине на белгородчине действительно полностью частное предпринимательство в сельском хозяйстве фермерство аннулировано более того там идет жесточайший просто отъем зерна и других продуктов сельского хозяйства для нужд птичников и свинарников которыми владеет евгений степанович савченко под вывеской компании белогорье белый гор дайте еще агенты у нас еще агенты есть дайте еще александр александр в прямом эфире александр вы в прямом эфире у нас нет моста нет пока окей давайте вернемся к ситуации противостояния вас и вашей сестры вы но нет никого нет вы сказали только что что возможно за этим судом стоит семья лужкова я все больше склоняюсь к мысли что это наиболее вероятная версия а как у вас это началось вот вы и ваша сестра все очень долго говорили о коррупции которая была в мэрии многие свидетели того что действительно коррупция была я хотел всегда вам задать один вопрос вы же все это наблюдали наблюдали с близкого расстояния начала нулевых значит какие середины 90 правильно когда вы вошли конца восьмидесятых как это строилось вот мне просто интересно доказать что именно есть расхожий аргумент что есть все лаковые земли были розданы лично лужковым как строилась пирамида то есть это лужков был хорошие чиновники воровали или все стекалось наверх вот все дело в том что я был не в силах бороться с какой-то пирамиды или скажем вы сами работали сам сам как личность я неоднократно в общем-то выступал по этому поводу если почитать там мою допустим статью в коммерсанте 2007 года она полностью предсказывает ситуацию с сентябрем 2010 года за три года до этого и когда я уходил из энтек это было одной из причин в общем то что бизнес энтека все больше склонялся к слияниям и поглощениям да то есть к спекулятивным операциям за счет обладания инсайдерской информации это не значит что это было противозаконно наше законодательство к сожалению никакого наказания за это не предполагает если человек находится близко к плане сайта сайта информация это детский сад она была за это не судят я задаю вопрос по-другому есть инсайт какие торги где что будет проходить какая дорога где мне не мне торги информация когда создавались тендеры в которых всегда выигрывала одна организация не инсайдерская информация это сговора это не про энтека потому что энтека во всем случае при мне до 2006 года на тендерах не выиграла ни одного участка в маске мы сразу занимали второе место но я хочу вам сказать что насколько префекты которые проводили эти тендеры не боялись даже жены лужкова на этих тендерах всегда побеждала фирма которая была аффилирована с первым лицом префектуры эти горы а мы всегда занимали почетное второе место а семья ваше наши сделки по до 2006 года это вторичный рынок это ходынка министерство обороны это шуваловский университет федеральная земля а если бы ваша сестра не была женой мэра москвы она бы была самой богатой женщиной россии вы же неоднократно говоришь она бизнес не очень хорошо управлял вы управляли бизнесом какое-то время нет я не знаю кем бы была мать елена николаевна батурина но моя сестра если бы мы с ней занимались бизнесом обязательно была бы самой богатой женщины даже без лужкова даже без лужкова мысли вместе занимались бизнесом и была поставлена такая цель то конечно это несложно то есть лужков и не помогал дело не в этом дело в том что вот например я 15 лет сидел на хозяйстве и занимался только тем что думал как в будущем сделать так чтобы бизнеса этому не было претензий поэтому я очень кропотливо выстраивал всю эту систему более того чтобы всякие нападки там в коррупции вскрытие делать я всю информацию по бухгалтерии интека выкладывал в интернет вплоть до платеж у нас есть агент счетов фактур поэтому трудно было очень предъявить другое дело конечно нельзя отрицать что мэр москвы никак не влиял на эту ситуацию у нас есть агент влиял я имею ввиду косвенно добрый вечер у меня вопрос такой во время судебного процесса и при вынесении приговора вы были достаточно невозмутимы такое ощущение складывается что вы заранее знали какой будет приговор а связи с этим вопросом который хотелось чтобы вы ответили честно а вы подкупили суд или же он действительно настолько гуманно дело в том что мой суд это такой маленький эпизод в той большом в общем-то споре в том числе с моей сестрой по поводу огромных активов которые выражаются сотнями и сотнями миллионов долларов что говорить о подкупе суда это не серьезно все люди понимали что суд это всего лишь в общем-то эпизод в чем-то большом другом и в общем-то настолько дело само разворачивалось таким образом что меня в общем-то и обвинить было особо не в чем я не стал пользоваться за кулисными всякими делами смею вас уверить если бы я стал подкупать суд меня бы оправдали а сколько стоит подкупить суд не знаю я не по если бы вы стали например никакая может быть расценка если бы ну кто-то вам предложил сколько платят знакомые не знаю я просто для меня все равно это деньги небольшие поэтому я как-то о них не задумываюсь возвращаясь к лужкову вы бывали же дома у юрий михайлович а не забывал а помните кадры знаменитый который сергей даренко показал в прямом эфире на первом канале вот это огромное поместье это уже не выдумал это было ему никакого отношения не имеет то есть как с правительством москвы но он там жил он там жил потому что это была официальная резиденция мэр сейчас ее передали поместье сейчас там собянинджи рейсин но это был